здравствуйте сегодня должен был быть совсем другой выпуск но случилось так что на этой неделе скончался известный нам человек я делал с ним интервью много лет назад гагик геносян человек который оставил много своего творчества наследие армении и сегодня я хотел бы почтить его память и выставить это мое интервью которое сложилось 9 лет назад по моему 9 лет назад и я хочу попросить прощения там очень плохой звук буквально это было записано в отеле на колесах вот как прямо сейчас вот я тоже в отеле на колесах такова вот моя жизнь я чаще бываю где-то в отелях на колесах чем дома или в студии делать я порой записывают видео до 10 лет большой срок как оказалось 10 лет антитопор в эфире у нас было много разных интервью и некоторых людей с которыми я делал интервью к сожалению уже нет сейчас нами и вот на этой неделе не стала гайка генося я бы хотел вам его рекомендовать эту запись и еще раз прошу прощения за плохое качество съемки плохого качества плохое качество звука ну во первых как я уже сказал это было на колесах во вторых это было очень очень давно и буквально мне помогали снимать молодой человек парень из камеры стоя ну что ж давайте посмотрим и помянем добрым словом этого человека ну а мы с вами увидимся в традиционном нашем выпуске как обычно в пятницу на следующей неделе такой который сейчас очень интересует и массируется вообще в российских во всяком случае смели у советского пространства о том что некий такой танец арцвапа имеющийся я знаю что он был когда-то это разновидность такой армянской армянской лесгинки вот я хотел узнать если действительно связь арцвапа с лесгинкой можно ли этот танец называть лесгинкой и вообще в дальнейшем чем отличается армянский танец этнически национальный от танцев народа кавказа вопрос очень сложно потому что просто знать все богатство армянского наследия танцевального наследия просто знать национально где что будет практически невозможно но что касается вот я практически был во всех регионах армии могу сказать во всех районах везде я увидел танцев во всех районах арцах я варка хаус я был в двух больших регионах ирана армянских во всех районах армянских во всех районах армянских и в американской нашей общине в лос-андельсе и бостонах но нигде похожего ничего я не видел то что кавказ я сейчас в свою свой отпечаток оставил тем более при соединении армянских к россии начином с 19 века и на искусство тоже конечно на танцы и сравнительно есть такие танцы которые четко под воздействием кавказ то что не может быть это абсурд это нонсенс что может быть армянские лескинки лескин это народ это то же самое что может быть армянские курские это же просто логически не может быть грузинской лескинки не может быть скажем это ненормально потому что если это чей-то национальный танец это не может быть чужим национальным танцем то есть вообще абсурдно тем более если это называется по имени танец называется по имени как какого-то народа то что в советское время началось такое движение когда группа государственный коллектив от руководства то что они делали это косвенно распространялась на все республики на советскую союзу и то что где-то было хорошо воспринято остальные пытались копировать то что это мое мнение лично я не хочу утвердить что это однозначно правда однозначно это единственная правильная версия мне кажется не может быть такого танца по крайней мере я не говорю насчет названий но не может быть того танца который в ютубе распространено это искусственно созданный танец который танцует на камне да там подписан как партнел пара вообще по таким названием существует или нет я нигде не стерчал я тоже не стерчал то есть какой записал по крайней мере 50-60 танцев в разных регионах со всего мира и даже в турции было и у мусульман хамшенцев записывал танцы и сейчас мы уже в нашей группе танцевать этот танец и у российских хамшенцев тоже он танцы знаем скажем я видел такие танцы восстанавливал такие танцы но самое главное что это то что было не этот танец который в фильме Зангизор а есть еще то что я видел то что я до сих пор сохранено и мы можем это искусство созданное танцы которые очень мало общего но откуда такое слово это пришло кто тоже на него придумал это именно танец орла арцева парт для чего это было сделано это тоже как бы советская пропаганда чтобы в один общий кавказский котел наверное если посмотреть старые записи и просто отключить звук и не посмотреть на костюмы то национальный коллектив Азербайджана и национальный коллектив Армении очень много схожих то есть не может быть такого но это факт что десятилетиями была создана советская хореографическая школа с которой подгонялись все национальные танцы то есть человек который хорошо танцевал армянский народный а не фольклорный армянский народный танец он за неделю мог заучить выучить скажем азербайджанский танец за неделю молдавский танец и украинский вот если этого же самого парня заставить за месяц выучить один настоящий фольклорный этнический танец он затруднится в этом плане то есть они создали общую какую-то культуру где все пары то есть все движения и позы одинаковые были и все было создано на этой основе нехорошего замечательного это типа знать русский язык за неделю можно выучить болгарский язык потому что он сложный это же одна ведь идея европейских языков славянский язык то есть русский, польский, белорусский, украинский это же очень много схожих слов и очень много корней этих слов которые одинаковые они поставили такую же школу школы на которых на этих шагах и позах которые было построено им давалось легче выучивать разные танцы и до сих пор в Армении есть парень Камутсу на самбу который танцует танцами и наш гениальный парень Павлус Ивак парень смотрит шнурманские танцы и доказывается это танец, балет, художественная гимнастика и лица Колумбана в этот момент какой-то специалисты толкают и не пробуют, нужно поднять Армянский танец на уровень мировых на уровень мировых и серьезно ему сказали поднимайте свой парень, который хотите Армянский танец остался непрекосновенными я не знал что он был в этом парень он сказал Армянский танец был по-другому он был по-другому хороший парень Танц показывает отличительные черты каждого народа, тем более степень цивилизации. То есть танец показывает характерные черты каждого народа, тем более нельзя вмешиваться в этот процесс, который длится тысячелетия искусственно в этот танцевальный. А наше танцевальное наследство просто втыкается туда в балетные движения и кавказские движения. Тем более западная Армия ничего общего с Кавказом не имеет. Кавказское воздействие есть где-то с 30-х годов 19 века, до наших времен. Это есть только маленькая часть Армении, которая сейчас Армянская республика, Рабах. То есть тогда восточная Армия была под воздействием Кавказа. Это одно... Не на Кавказе, но под воздействием Кавказа. Не на Кавказе. Ну, как бы, культурный центр стал наместником царя, сидел в Брисе. И оттуда шел, как бы, вот, центр всегда, везде, во всех временах, во всех государствах столица имела воздействие на регионы. То есть если регионы Закавказской, в столице Закавказской регионах была в Брисе, то их будут воздействовать на другие регионы, и на Армению, и на Ереван тоже. А вот скажите, а вот костюмы иногда преподносят, танцуют тот же Артвапар или другие люди, вот, в виде черкеса, такие костюмы. Они тут типичные, армянские костюмы, или это тоже инородные все-таки? Вы уже сказали, как это, вы говорите, ну, грязненько, и костюм черкесского. Уже в слове черкесское есть же слово, что... Не, ну, может, у Армян есть свое название национальное, это уже костюмы. Такие костюмы одевали только в Лури, в Карабахе, и частично в Чавахке. То есть, это опять-таки под воздействием Кавказа, это опять-таки в Восточной Армении. В Западной Армении таких костюмов нет. И очень богатая культура, богатое наследие в Западной Армении насчет костюмов. То есть, это тоже, я не говорю, что Армении не надевали черкесы. Носить можно все что угодно, те же джинсы. Да. Сейчас же под воздействием в Америке мы надеваем джинсы, но ты не знаешь, значит, что это наш исконный национальный костюм. На счет этого, это тоже очень мало ошибок имеется с армянским национальным костюмом. Было время, когда ко мне было высвано анонимное письмо с угрозой. Ну, такие, как я, обиноваты в том, что был геноцид. Потому что мы пытаемся отобнить Армению от Кавказа. Это Армения, если я по себе. Да. И из России. Из России. Да. То, что мы пытаемся отобнить Армению от Кавказа, Армению, и говорим какую-то про абсурдную закон на Армению, и придумываем какие-то легенды о Армении. Это исконный Кавказ. Мы Кавказы должны стараться носить ту одежду, которую носят на Кавказе, и постоянно попытаться быть общим и в культуре. Очень беден народ, который старается быть похожим на кого-то. Даже на самого, скажем, преуспевающего народа. Каждый народ не должен никогда терять своего облика. Это законно. Даже цыгане, которые во многих странах объекты нас смешат, и те хранят свою древнюю культуру. Потому что культура, мы храним культуру, культура хранит нас. А для этого мы пережили сколько истреблений, пережили 15 сотни лет. У нас не было государственности, но мы не потерялись. А есть народы, которые до сих пор имеют государство, но если войти туда и найти, может быть, то невозможно найти исконного такого нанцмена, который, можно сказать, вот он представитель этого народа. То есть, когда народ теряет культуру, культура делает облик лицом. Народ – это культура и его язык. Народ, который теряет свою культуру, он идет по дороге самоуничтожения. А насчет культуры у нас три геноциды культуры произошло. Первый геноцид – это 1915 год, потому что, кроме того, что нас истребили, мы не нужны люди свои исконные земли оставить, хотя бы, если бы не в Ливан, не в Иран, не в Америку или в Париж, но переезжали в Восточную Армению. Но наша культура, вот скажем, танцы и песни – это все очень сильно связано с нашей географией, с нашим рельефом, ландшафтом, с нашей окружающей нашей средой. И по теме животным мерам, потому что у нас были доязыческие времена, были тотемические танцы, приуроченные птицы, приуроченные к кормам, приуроченные к крикам, приуроченные к лошади, и даже к рыбам возле Азербанта. В нашем рельефом нет приуроченных танцев к кенгуру или слону. То есть это очень чересчур связано с тем окружением, окружающим, это с лурифовой, да, которые нас окружают. То есть они нас перебросили оттуда, и если старик рассказывал про танец Кочарик, который, этот танец, который был танец, приуроченный ровно, он мог на горах и на скалах показывать, как они обладаются, и сказать, вот от этого произошло, это танец. Теперь они приехали на Араратскую долину, и там нечего показывать, и нечего рассказывать. То есть оно начало вымирать, из-за того, что ту окружающую среду, из которой исходит эта культура, уже нет. Нас окружает уже другая среда. То есть это первый геноцид, второй геноцид, это Советский Союз. Нас заставляли созидать социалистическую культуру. Даже тот гений, который Таманян строил ревизион, его пытались послать, сослать на Кантеру, и обвиняли, против него делались митинги, и его обвиняли в том, что он созидает националистическую архитектуру. То есть они были за такую культуру, где восхваляли колхозника Яра, то есть возлюбленного колхозника, молотилку, и все такое. Но не свой родной край, и свой муж, и все равно, то есть и те песни, которые пелись в Западной Армении, на нашей исконной родине. То есть второй геноцид, это когда Советский Союз начал истреблять нашу исконную культуру, и нам составляли создавать песни про Ленина, восхваляющую Сталина, и тому подобное. И это очень хорошо вознаграждалось государство. Третий геноцид, переживание вместе с вами, потому что та культурная интервенция, которая есть в Армении, это вообще, он не постижен. То есть очень многие большие суммы выделяются конкретными государствами, чтобы истребить армянскую культуру. Турция, которая 17-18 лет делает экономическую блокаду в Армении, постоянно делает угрозы, угрожающие выступления, делает противоармянский логик, и что Турция и Азербайджан не пытаются, я еще не говорю про другие, про соседей, я еще не говорю про суперсдержавы, что они не пытаются воздействовать на Армению с помощью культуры. Нужно быть недоумков, чтобы не понять, что большие суммы вложатся в то, что испортит армянскую искреннюю культуру, и тем самым испортит армянское национальное лицо. Поэтому как бы поиграть без правил, это в разных и самых категориях, потому что увлажнение нет, сколько ресурсов, сколько вегетриятия, это все, и для очень многих коммонтаж это вообще непонятно, что они более стараются купить непонятные песни, пляски, слушать, танцевать. Ну, вообще кеноцид, такой, скажем, музыкальный искусственный, каликиноцид, мне кажется, еще начался тоже в начале 20 века, не только там в западноармении, но и здесь восточной стороны, потому что я жил какое-то время в Эрбайджане, есть такая, даже, можно сказать, даже не музыка, а песня из азербайджанского фильма по мотиву музея Гаджибекова, где играется та мелодия, это по-армянски дальше, это нашими, но по-армянски она звучит вагаша партипар и написал уже Камитас. Вот как получилось так, что в начале 20 века Камитас пишет вот это произведение, да, и в 20-х уже годах у Эрбайджибекова в этой опередине звучит эта мелодия в Азербайджане. Это, если честно взять, то эта мелодия не написана Камитасом, это просто восстановлена Камитасом, это народная армянская мелодия и Ваваша Патри Паре это просто народный фольклор, который просто хорошо, хорошее переложение для фольклоризма сделал по Камитасу. То есть это нормально, для азербайджанского народа, я не знаю, есть ли такой народ, существует ли такой народ, потому что в 1928-го года такого понятия в мире не существовал, были кавказские татары. То есть откуда это создалось, кому это было выгодно, почему это так же начать же тем же советом. Тем же советом. Но то, что это не может быть азербайджанским, это однозначно. То, что это даже не Камитас, а это просто наш национальный танец. И очень много таких танцев, которые потом переходили звук в руки и тем более не считая того, что мы за них не поставили. То есть если всякое место просто не бывает, если тебе это недорого, если ты выкринул свое богатство на улицу, кто-то обязательно подберет. Восточный Армений Замгезур Лоры есть танец, Ноберянская Ява называется. Он, несмотря на кавканскую ленину, на лизгинку совершенно не похож, что становится в ряд, он палками, грудьями прыгает. Этот палец почему не популяризировался в советское время? Почему сохранился какой-то ансамбль этим занимается? не знаю о нужной, наверное, родить кавканскую там, так называемую кавканскую. Потому что, если честно, кавканскую сделала ту работу, которая и за 2-3 десятилетия. То есть он не прожил долгую жизнь и даже хотя он прожил до 35-го года, но 20 лет он бездействовал. То есть где-то самое большое за 3-десятилетия он сделал то, что, скажем, Франция или Германия делали это за 2-3 века с помощью 2-3 или 5-ти целых институтов собрать все богатство одного налога. Это гений, который может рождаться не то, что раз в 100 лет, может, раз в 1000 лет такие гени рождаются. Одному человеку очень сложно собрать все богатство одного народа. Пока что руки не доходят. Третий взяли восстановили, второй взяли восстановили. В том сейчас век двигается вперед, век скорости сцена требует более динамических танцев. Иногда бывают танцы, которые ты записываешь, тебе нравятся, это очень красиво, это очень задушен люди. Но это невозможно поднять на сцену, потому что у меня динамики. Армянские танцы это бытовые танцы. Они заведомо были как бытовые, наши притулы за свадьбу это свадебные танцы, рабочие танцы, дорожные пряски. Я слышал, что был какой-то ритуальный танец. Очень много ритуальных танцев. Слишком много. И ритуальные танцы, и храмовые танцы, то есть физические храмы, которые танцевали. Очень много разновидностей армянских танцев. для того, чтобы поднять ее на сцену, нужно ее подогнать под сцену. То есть как выходить, откуда выходить, а там и как воздействовать на зрителя. А быту нету не главное как посмотреть со стороны как это будет смотреться. Они делали свой ритуал. То есть если танцевали рабочие танцы, не интересно. Вот ты посмотришь и что почувствуешь от этого. Он делает свой ритуал, он подготавливается к своей работе. То есть есть танцы, которые просто для ритуала, просто для пуль, через все хорошие танцы. Через все хорошие танцы, через все душевные танцы, которые с хорошей энергетикой, но у них не такая большая энергетика, не такая хорошая динамика, и поэтому ты никак не можешь поднять ее на сцене. Такие вещи тоже бывают. Может быть, я этот танец не знаю, но я подсказываюсь по... я прочитал советскую энциклопедию армянской, а потом моя бабушка рассказывала, она из армянского района, это такой архаичный район там. Вот еще Олимпиада у меня была в Эржеруме, и турки показывали свои танцы. Ну, это просто как-то у них даже вот повторя слово партии, собственно, вот в Эржерумских турбах и так далее. Вообще это тоже искусственно сконсировано последнее на армянской Я скажу более. В 1974 году в Стамбуле была издана книга про турецкие танцы. Кроме слова кетчак, я не знаю другого слова, которое по-турецки звучит как танец. Там карта Турции и они очень 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 дипломатично говорят, не говорят, что это турецкие танцы, говорят, это танцы Турции. Тот регион, который более приграничен с Грецией, с Сербией, тот регион на карте назван регионом хорой. Регион хора. Хора это по-гречески танец. Тот регион, который ближе ограничен с арабским миром, там написано регион халая. Халая таква арабский танец. Тот регион, который более приграничен, скажем, там, где живут назы общенцев нашей Армении, там написано регион Руму. Центральная часть Западная Армения вокруг Рума, Бан, Мушта, там написано регион пара. Не мягкое п, а б. Регион пара. И нужно сказать, что на западно-армянском диалекте это также звучит, это мы говорим паше. Они паше говорят. Даже если пишут на мягком п, у них звучит на твердых ган. То есть они никогда и не пытались скрывать что они у кого-то взяли говорят это наш регион наши танцы это танцы Турции. Им без разницы откуда исходит это армянское происхождение или кубское происхождение это им все равно. Мы два-три дня назад вернулись из фестиваля в Западной Армении то есть Турции из области Терсель просто был удивлен как они держат свою культуру племена Заза которые попали в Берии и они просто ненавидят Турцию Турецкую республику ненавидят Ататурка и у них много террористов просто было гениально мест жертвоприношения там палубище там Святая Река Зур Это Заза о которых говорят что они якобы еврейские в крови? Нет они разные разные А армянского они очень много там очень много сходят с армянским там более двух миллионов человек и один парень сказал если кто-то здесь скажет что у него в живых никакого крана армянского крови нет значит вы знаете что он самый большой здесь нет никого не а а люди которые говорят на армянском для меня знаете кто такой Шаган Натали это бог армянского возмездия который создал программу чтобы уничтожили сорока этих поставленных чиновников которые создали нации там на улице все это его детище немец получается получается да его просто знали на месте там просто на улицах переведенные на турецком продавалась тенига Шаган Натали турки я купил эту книгу и привез то есть это вообще это в Турции подавался на центральной площади на турецком языке да Шаган Натали я спросил я ну там же я просто прошел я люблю очень у меня очень большая я прошу парочку там Шаган Натали я подвал нашего гида он открыл Шаган Натали турки ты что на турецком я перелестал да на турецком еще там на армянском 20 армянских освободителей фидаина на обложке написано на армянском и на турецком но книга на турецком но на обложке написано на армянском 20 армянских освободителей фидаина то есть это я пятый раз уже бывал в западной армейке мало где всеми не было для меня это было шок что есть такой регион они все кто-то из наших ребят подошел в кафе попросил кофе ему спросили какой кофе он сказал ну турецкое они так косо посмотрели сказали у нас турецкого ничего не было то есть не использовать этих людей не постараться их вернуть есть люди которые просто хотят есть люди которые переехали жить в Армению которые научились нормально говорить по-армянски поехали в разные деревни из армянской церкви разрушены пошли в одно село то есть пытаются все сохранить там еще такое парень 27 лет знали Нишант живет в Турции его зовут Шант я ему спросил а какая у тебя цель приезжай к нам в Армению он сказал я живу в Армении я просто так восстановил на нем это где было ну в регион Дерсину Тираник он говорит я живу в Армении я говорю а какая у тебя цель бороться с Таганцем я просто подумал это вообще уникально спасибо